друзья здравствуйте сегодня будет не помидорная тема цветочная я в прошлом году вам показывал о том как я черенкую цветы и они у меня уходят на стеллаж черенкованный в этом году я немножко поменяла концепцию попробовала я высадку при вкапывании в горшки у меня очень все хорошо получилось и получилось так что я очень быстро маневренно могу цветы и высадить и обратно занести вот виду того что у нас могут погода у нас непредсказуемое и времени у меня тоже может быть мало и как бы вот переноска в теплицу она освобождает мои руки дачника выходного дня для того чтобы как вам это сказать это очень быстро мобильно получается вот показываю в этих горшках они жили все лето полноценно есть просто люди которые мне писали в комментариях о том что это все ерунда корневая система не развивается там все нормально происходит и даже такие цветочки которые породистые они тоже прекрасно замечательно живут в этих технических горшках но естественно чем торфа больше грунт более питательный у кого какие возможности есть соответственно лучше и растения живут здесь даже в некоторых горшочках он видите приукоренились какие-то и сорняки и вот еще чабрец вот и что мне позволяет что мне позволяет вот такая постановка они вот эти растения у меня могут здесь находиться вплоть до ноября месяца можно сюда установить дуги накинуть спонбонд да если будет очень холодно то есть мне не надо прям рвать бегом жилы что называется и заниматься вот приукоренением то есть я все могу делать чильно спокойно приехать и создать снять черенки из них укоренить да полюбоваться вот красотой это апрельский снег вот такая вот разбудочка вообще красивые у меня очень такие вот эти все цветы было очень много но связи с тем что я как-то сделала большой перекос в план в плане овощей я немножко забросила цветы было когда-то у меня очень много цветов в общем теперь я хочу все это сбалансировать чтобы цветы были и овощи были и всего по чуть-чуть вот на следующий год буду как-то выкручиваться придумывать так чтобы было много всего и цветов а работать было бы с этим не быстро и быстро и удобно ну и вот таким вот образом мы уезжаем все значит растения здесь сейчас они конечно грустят что-то я пересаживала прямо из грунта у меня половина в горшках было половиной вот так поэтому я доработала все остальные технические горшки которые меня были и на следующий год ну еще если будет у меня возможность да в течение там как позволит погода соответственно я буду формировать вот эти вот горшки и постараюсь маточники сохранить в теплице зимой не знаю насколько мне это удастся но хризантемы у меня точно переживали укоренялись жили здесь зимовали всю зиму и переехали жить на улицу вот прям я их выкопала весною когда сажала томаты и посадила прям еще буквально в марте в апреле где-то не готова еще даже земля была я их высадила все нормально они вот уже на бутоне стоят поэтому в принципе вот такая вот у меня позиция если кому-то будет интересно попробуйте не обязательно все делать я какие-то приходят ко мне идеи или где-то я вижу как люди делают поэтому я пробуем подходит для моих условий для моей вот тем да правильно я сказал для моих условий подходит не подходит и вот таким вот способом я приеду из отпуска и думаю что ничего с ними не случится грунт у нас еще не подготовлен еще раз вам хочу сказать что все урожая начинаются с подготовки грунта грядки вы никогда не перекапываем все укладываем видите здесь весь грунт уложен скошенной газонной травой она лежала неделю перепревала и еще полежит неделю-другую потом я буду мешать все это дело с торфом вот и опять весной ничего перекапывать не буду буду сажать в смысле как перекапывать буду я даже не знаю что здесь посажу на следующий год вот поэтому естественно буду уже очень поздно добавлять фосфорные фосфорно-калийные удобрения это бора фоску калий магнезию и двойной суперфосфат вот и измерю минерализацию торфа кислотность торфа которым я буду и вот так вот таким вот способом мы подготавливаем всегда грунт и потом мы ничего не поливаем никакими удобрениями в течение всего сезона мы не пользуемся вот как я рада что вот такая вот красота у меня это принцесса какие красивые вот зимой я буду любоваться кстати это еще один из факторов того что знаете когда в наши погодные условия в нашу глину высаживаем черенки они долго-долго расхаживаются и вот цветение начинается уже прям перед самыми холодами прям перед самыми жалко их держишь держишь и до последнего потом приезжаешь раз все они уже все мертвы потому что мороз ночью штукнет и все и все цветы погибли вот крокодильчик мой цветет какой у него розовый цвет крокодил листики у него вот такого плана крокодил как как лапки у крокодильчик а вот и мне конечно хочется сохранить вот их цветущими поставить в дом чтобы это было красиво сколько они возможны им от свести столько они по цветут так на этом я пока закончу а потом как буду заниматься цветами еще наверное сниму видео вот пестролистики это шоколад вот видите он болеет немножко этого пересаженные корни ничего страшного они все уже вот посидят переболеют и примутся такие вот красавчики до свидания